Приветствуем вас, уважаемые телезрители, в эфире программа «Формула успеха» в студии Анны Фёдоровой. Как всегда в этой программе мы делимся с вами историями того, как люди обретают своё призвание, как они находят его, ответив однажды на Божий призыв. В Евангелии сказано, что Господь живёт в словословиях своего народа, приносите жертву хвалы. Много-много места. Писания говорят о том, что мы должны славить Бога. И наша сегодняшняя гостья делает это с удовольствием, с открытым сердцем, принося реальность небес в свою жизнь и жизнь тех, кто её окружает. Я рада представить сегодня напротив меня человек с горячим сердцем и великолепным голосом, участница группы прославления Церкви «Миссия Свет Христа» Ольга Ситала. Спасибо. Ольга, здравствуйте. Мне радостно сегодня встретиться с вами здесь, уже пообщаться с вами лично, побольше узнать о вас и о том, как вы вошли в своё призвание. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Я знаю и верю в то, что призвание, наверное, это один из самых главных вопросов, которым человек задаётся на протяжении всей жизни. И от того, какой ответ он даст на призыв Господа, это по сути определит всю его жизнь. Это решение, которое определяет жизнь человека. Вот вы вошли в своё призвание. Я правильно понимаю, или, может быть, вы скажете, что вы ещё на пути? И сложно ли вам было вообще ответить Богу «да» однажды? Знаете, я думаю, что я в призвании, но я иду по этому призванию. Я знаю, что у Бога нет предела. Есть старт, когда мы говорим Богу «да» или «нет», или «дай нам время подумать». Но когда мы говорим Богу «да», то этот путь, который он безграничный, бесконечный, и, наверное, даже небеса — это не предел. То есть я думаю, что там мы всё равно будем продолжать Бога славить. Там мы всё равно будем находиться в Его присутствии, в Его славе. Поэтому здесь это только такой путь начала. Такая подготовка к вечности. Да, подготовка к вечности. А как получилось так, что вы начали заниматься служением прославлений и вообще петь это вот с детства у вас? Или вы, уже встретившись с Богом, переживя вот эту встречу, поняли, что, наверное, Господь призывает меня вот к этому? Знаете, так интересно, что музыка меня увлекала всегда. То есть с самого детства я пела какие-то песни. Ну да, все понимали, что у меня есть слух, что у меня есть голос. Я пошла в музыкальную школу. Но вот чтобы понять, что я поклонник, я это поняла, когда только пришла в церковь. То есть первые мои служения, когда я пришла в церковь, мне было 10 лет, и когда вот я находилась в зале, я закрывала глаза, я помню это потрясающее чувство. Это на самом деле играло прославление, я закрывала глаза, и как будто только Бог я. Я пою только Ему. И открывая глаза, я нахожусь посреди зала, посреди церкви. Но закрывая глаза, вот я не слышала никого, не слышала ничего. И тогда я поняла, зачем мне это все дано. То есть почему вот такая страсть, любовь к музыке, да, откуда она вообще есть? Я поняла, что это я когда-нибудь буду там. Ну как ребенок, да, видя левитов, видя церковь, видя хор. Я понимала, что там вот мое место. Но просто это сейчас не время. А в прославление я встала, мне было 14 лет. Довольно такой юный возраст, наверное. Да, но я прошла такой большой путь, можно так сказать. Я не уверена, что я до конца знала, зачем я пришла. То есть я пришла, что я вроде как умею вот петь, чуть-чуть играть, и хочу служить. Но как это будет происходить, я не знаю. Вот возьмите и вот направьте, как хотите. И меня сначала отправили в молодежное служение. Я там пела и везде, и в хоре, и в бэк-вокале, стояла за клавишами. Но я не понимала вообще, что я буду, кстати, вести прославление. Вот там я себя вообще никак не видела. То есть я видела, что я где-то могу быть бэк-вокалистом, где-то я там чем-то могу, да, вот так, украсить кого-то. Но не сама как бы вести людей. Но не сама, точно. Вот. А потом мне было 16 лет. И я помню, как лидер прославления сказал, ой, ты созрела. Я говорю, да чего я созрела? Ну, то есть я внутри себя таким не чувствовала. Я думала, ну, это не мое. Вот мне хорошо вот здесь. Здесь я не беру на себя никакую ответственность. Я просто пою и вот, да, и все, и дополняю кого-то. Вот. И я помню, кстати, свое первое прославление, потому что это реально была моя немощь. То есть я не умела, я не знала, как. Мне не дали провести сначала там одну песню, а в следующий раз другую, да, мне дали сразу блок. И до этого у меня не было никакой практики. Я помню, что я сказала, боже, я не умею, я не знаю, как, научи ты. Потому что мне не хочется просто спеть песня за песней. Я хочу вот тебя пережить. Я хочу тебя прославить. Я хочу к тебе прикоснуться. Вот. И это было такое... Особое переживание. Это было здорово, да. Я прям не забуду это, потому что у меня такое ощущение, что я вырвалась наружу, как птица. Я так и взяла песни хвалебные. Это было так здорово. Я прям помню, что я вышла, села, вау, это не я, это Господь сделал. Ну, то есть вот так. Слава Богу, это потрясающе. И мне кажется, что когда человек действительно с таким сердцем и с таким отношением подходит, не обязательно к прославлению, а вообще даже к тому служению, которое ему доверил Господь, и куда он его поставил, то это чувствуется, и люди вокруг это чувствуют, и мир вокруг начинает совершенно по-другому крутиться, да, когда мы переживаем Бога, и вот эта частичка делимся с другими людьми. Хотела спросить у вас, вот вы сказали, что действительно с детства была эта тяга к музыке. И вот как вы считаете, вообще справедливо ли утверждение, что призвание, оно идёт очень близко или даже вровень, вот неразделимо с дарами и талантами? Или же Бог может нас порой ставить в такие обстоятельства, где для нас что-то будет новое, и мы даже не можем себе представить, и нас этого даже мы себе не обнаруживали никогда, что можем, вау, вот этим заниматься? Как вы думаете, справедливо ли это? Я думаю, что справедливо, потому что и желание, и хотение, да, все дары и таланты даёт Господь. И Он имеет в виду их использовать. Но, конечно, иногда вот мы попадаем в какие-то ситуации, где нам нужно, где Господь имеет в виду проявиться через нас по-новому. То есть это может быть душепопечение какое-то, да? Это может быть молитва из-за исцеления. Ну, когда ты думаешь, да, я вроде как бы не молитвенник, ну, да, я особо там не проявлялся через меня, там дар такой. То есть Бог, Он — Бог сюрпризов. Но однозначно призвание, это оно связано с тем, что вложил в нас Господь. Ольга, скажите, пожалуйста, какие принципы в служении и в вашем призвании вы определяете для себя как ключевые, и которыми вы никогда не поступите? Конечно, это верность, верность Богу, верность Бога в каждом дне. Это образ жизни, это посвящение. То есть я понимаю, что проживя неделю достойно, да, ты приносишь ему жертву. Вот воскресенье — это уже плод, результат того, как ты ходишь перед Богом. И даже неважно, ведёшь ты воскресенье в прославление или не ведёшь. То есть я понимаю, что прославление, поклонение — это, в принципе, образ жизни. Это в каждом дне ты поклоняешься Господу. И мне кажется, в принципе, левиты и поклонники, каждый из нас поклонник, да, каждый из нас левит. И кто-то это проявляет только в тайной комнате. Кому-то, да, Бог дал дар и выходить вперёд, и славить Его. Поэтому для меня это, конечно, верность. Я каждый раз отслеживаю своё сердце, чтобы быть найденной верным. Это здорово. А скажите, пожалуйста, случалось ли вам жертвовать чем-то ради своего служения, ради своего призвания? Может быть, вы были поставлены перед выбором. Как вы приняли верное решение, скажем так, что вам помогает выбирать всегда этот путь? Выбирать всегда славить? Славить, да. И постоянно вот действительно, да, быть верной, не сдаваться перед какими-то трудностями, обстоятельствами и делать правильный выбор? Ну, я думаю, что это принятое решение. Принятое решение служить Господу. Принятое решение ходить в святости. Принятое решение хранить себя, своё сердце, да. Это просто решение, в котором ты живёшь. И это только из любви к Господу. Это только вот из благодарности. То есть нельзя просто принять решение, я буду жить вот так. И жить вот так. То есть понятно, что когда ты любишь, ты хочешь угождать Господу, ты хочешь Ему служить в чистоте. Скажите, пожалуйста, вопрос на самом деле такой один из важных, я думаю, когда человек славит Господа, и когда те люди, которые слушают хвалу, что-то происходит, что-то меняется, когда они сами, да, открывают своё сердце. Действительно, эта встреча такая сверхъестественная с Богом, да, в духовном мире происходит. Вот случалось ли вам переживать во время вашей хвалы что-то особенное, какое-то вот особенное такое с Господом, общение, или, может быть, у вас есть свидетельство, которое, да, может быть, привело к написанию песни, или после того, как вот вы написали песню, что-то в жизни начало меняться. Были какие-то сверхъестественные такие вот вещи? Ну, во время поклонения я всегда переживаю Господа, правда. Иногда я просто чувствую, как он стоит на меня, смотрит. Иногда, однажды было такое, что я вела прославление и была просто в хвале, да, я хвалила Бога, слова словила его, и вдруг я почувствовала, как он так подошёл ко мне, и вот так взял меня за лицо. Ну, это удивительно. И я понимаю, что я сейчас просто хочу ему говорить, как я его люблю, что у меня уже нет вот этого, у меня раз резко и остановилась вот эта хвала, и мне хочется просто ему поклониться, вот сесть у ног его и посидеть у ног его. И это было настолько для меня чувствительно, что я начала, ну, резко оборвала вот эту хвалу и начала молиться, что Бог, мы так сильно любим тебя. Ну, я чаще всего это делаю от лица церкви, да, от лица невесты Христовой, вот так, а не как от себя лично. Поэтому я начала молиться, что как мы любим тебя, как мы благодарны тебе. И вспоминая всё то, что мы проходим, мы видим, что ты верен, мы видим, как ты нас любишь. И вот я начала вот эти вещи говорить, и мы вошли в поклонение. Но обычно это происходит просто, ты как бы двигаешься в духе, но тут я почувствовала, как Бог сам взял. Прикосновения. Да, да, и сказала бы, теперь я вот здесь, вот теперь мне говори. Говори мне, да. Это было вот так. Здорово. А по поводу песен, наверное, не после песен менялось, а до песен. То есть каждая песня — это особенная история. Это на самом деле так. Потому что, честно говоря, вот у меня очень много песен. И я не знаю, сколько. Мне кажется, если бы я их все собрала, ну вот альбомов там шесть, у меня было бы легко. То есть на самом деле много. Но много песен, которые просто испеченные. То есть песни, которые вот я села, у меня была там музыка, да, приходила в голову, и они тут же приходили. Но есть песни, которые рождались, которые я что-то проходила, и которые вот они были такой через узкий путь прошли. И когда я приняла решение записать песню, первую вот, это была первая песня «Царь», которая была записана, я сказала Богу, что я буду только рожденную песню выпускать. То есть я не буду те, которые вот… Такие, да? Да, потому что эти можно альбомы каждый день выпускать по альбому, но я так не хочу. Я хочу, чтобы каждая песня, она через что-то вот… Я ее прожила, чтобы она была честная, чтобы она была честная с тобой. Вот. Поэтому вот первый мой альбом вышел вот такой. И Бог был удивителен в этом во всем, потому что у меня есть свидетельство вот по поводу альбома. Расскажите, пожалуйста. Когда я решила записать песню, то есть я об этом думала, что надо бы, может быть, хотя бы одну, ну или две. Вот. И я понимала, сколько это стоит, да? И я помню, я договорилась с… Ну, с человеком, который пишет аранжировки, что я к тебе приеду. Ну, хорошо. И я еду в метро и молюсь, говорю, господи, ну, не знаю, как же это… Я осилю весь альбом. Как же это, насколько меня хватит. Ну, насколько я все правильно делаю. Может быть, просто вот достаточно того, чтобы воскресенье приносить тебе их, да? И вот они тоже работать будут. И Бог мне говорит, сделай один шаг, я сделаю десять. Аллилуйя. Сделаю просто шаг навстречу. И я не знала, что это значит. Ну, то есть я получила это слово, я записала себе его в заметки, но я не знала, как это вообще, возможно, да, будет реализовано. И когда я выпустила первую песню, через несколько, буквально там пару недель ко мне подошла девушка и спросила, Оля, сколько стоят твои песни? Ну, сколько вот, сколько ты вложилась в первую песню? Ну, а, называв ей сумму, она мне благословила конверт, в которой было на три песни вперед. То есть сумму. Я была так удивлена, говорю, Господь, это три шага? Или что это? Ну, то есть я не понимаю, как это расценивать. Были ли это вообще шаги, или это просто благословение, да, такое. И когда я, хотя, и она такую вещь сказала мне, я помню, что для меня это было тоже таким божьим колокольчиком, что она говорит, Оля, Бог свои проекты обеспечивает сам. Если это его проект, то он его сам обеспечит. Вот. Ну и хорошо. Вот сказала я. Поехала. Принимаю вес. Да, принимаю, да. Что если от тебя, конечно, классно. И я прописала вот еще следующие три песни, и потом появилась одна семья. Причем скажу, что вот эта девушка, да, которая решила так меня благословить, это многодетная мамочка, которая воспитывает детей без мужа. И для меня было, то есть я понимаю, что это реально Бог. И когда она говорит, дай мне тебя благословить, а я по-человечески говорю, слушай, ну тебе же надо, ну как бы это нам тебя благословлять по-хорошему надо. Она говорит, не лишай меня благословения. Я знаю, что, в чем я нуждаюсь, но я знаю, что Бог больше, и Он покроет. Да. Да, и когда появилась другая семья, которая, у которых пятеро детей. Да. Еще больше, да. Да, еще больше, где работает муж, и они там мечтают о своем доме, и я понимаю, что, и они меня приглашают в гости, и, ну, в разговоре говорят, ну, как там твои песни? Я говорю, ну, я думаю, что я закончу альбом, я же, как бы, да, Господь благословит, они говорят, ну, здорово, здорово, Господь благословит тебя, только Он взял нас в руки и хочет через нас это сделать. И я была так удивлена. И это был второй конверт, где была сумма на семь оставшихся песен. Слава Богу. Это просто ответ. Это просто был ответ. И я сначала не знала, сколько, сколько там, да, какая там сумма, но когда я открыла, я понимаю, что такого быть не может. Вот это для меня настолько было много, я даже не знала, как это принять даже от Бога. То есть я поняла, что я не умею до конца принимать Божьи благословения. То есть когда они вот на протяжении вот до жизни вот какие-то вот, а когда это такие суммы, для меня это было вау, правда. И когда я дописала весь альбом, я понимаю, что это была верность Божья. Это был тот первый шаг, который я сделала. И Бог сделал остальные десять. Господь удивительный. То есть Он то, что обещал, действительно исполнил для вас и для вашего служения. Действительно, это удивительный путь. Вы говорили вот в самом начале программы, что вы не видели себя в качестве лидера, да, вы хотели помогать кому-то, но Господь видел всю картину, да, Он видел больше наперед на 10-20 шагов. И действительно, ваше служение, вот ваша хвала, ваше сердце, Господь видит это. И Он действительно благословляет, вдохновляет, подкрепляет, да, и даёт дальше. Буквально у нас остаётся немножко времени. Хотела бы ещё пару вопросов у вас спросить. Я знаю, что у вас наверняка как у истинного поклонника есть какое-то любимое место, может быть, в Писании, да, или девиз, который вас ведёт по жизни, или стих библейский, которым вы всегда вдохновляетесь, да, подкрепляетесь в своём служении. Да. Я люблю стих из Исаия 43-й главы, где Господь говорит, ты мой, не бойся, ты мой. И вот знаете, что бы я ни проходила в жизни, я всегда знаю, что я Божья. Права я, или я не права, или даже я как-то поступила неправильно, да, неправильно. Я знаю, что я приду перед Богом, и Он меня осудит. Мне нравится, как Давид двигался с Господом, да? Мне нравится, что Бог говорит, что ты муж по сердцу моему, что он совершил грех, что он приходил к Богу честно и говорил, Бог, разберись с моими врагами, убей их, затопчи их. Он был настолько честным с Богом, и я не молюсь так. Я не молюсь так, но я честно с Богом, и я знаю всегда, что я Божья, я знаю всегда, что я любима, и вот это помогает мне стоять там, где я сегодня есть. Потому что, когда мы все люди, мы можем что-то сделать не так, где-то что-то подумать, где-то отчаяться, но если мы будем находиться вот в этом состоянии, из него невозможно славить. Вот я пробовала славить из такого состояния, когда ты приходишь, и у тебя что-то не так, может быть тебе грустно, и такое ощущение, что вот хвала, вот она доходит вот до какого-то, до потолка, до потолка, и дальше она никуда не идет. Но когда я только понимаю, кто я, не важно какая я, что я любима Богом, все, я его дочь, и меня это туда, потому что я знаю, что я от тобой любима, не просто я тебя люблю, это здорово, что я его люблю, но когда я знаю, что я им любима, это что-то потрясающее. Вот поэтому я знаю, что я его, слава Богу, Ольга, это так здорово, я думаю, что очень многим людям, к сожалению, недостает вот этого понимания, может быть, откровения, что Господь принял нас, и его принятие, его любовь, безусловно. Поэтому, конечно, это когда, это знание, сердце, откровение, и уверенность, самое главное в этом, и вера, это действительно помогает, воспарить просто, да, на небеса, и славить его, любить его, поклоняться. Слава Господу, я очень благодарна вам за этот разговор, спасибо вам огромное за ваше сердце, открытое, честное, за то, как вы двигаетесь с Господом, и буквально напоследок попрошу еще пожелать, может быть, нашим зрителям, тем, кто еще, да, может быть, действительно тоже сомневается в принятии Божьем, или проходит какие-то трудности, обстоятельства, или, быть может, ищет свое служение, что бы вы могли сказать таким людям? Искать Господа. Прежде всего, искать Царство Его. Мы счастливы, когда мы находимся в призвании, когда мы делаем Божье дело. И здесь, наверное, вопрос даже не успеха, успешны ли мы в нем или нет, потому что успех — это вообще Божий удел. Мы не можем сами по себе быть успешными, да, это Божий удел. Поэтому нам просто ищите прежде Царства Божьего. Можно переживать за свои семьи, можно переживать за карьеру, можно переживать даже заслужение и быть в служении без самого главного, без самого главного, без Господа. И это страшно. Вот для меня просто смотреть на Него. В каждом дне проснулась я, я смотрю на тебя. И мне важно сегодняшний день прожить. Мне важно сегодняшний день прожить его с тобой, получить слово от тебя утром, просто поклониться тебе. Когда закрывается лифт, и никого нету, это мое любимое место. Потому что я поднимаю руки и говорю, Господь, я тебя люблю, я так по тебе соскучилась. Когда я забегаю на парковку, да, и я одна, я смотрю, что никого нет, вижу твои глаза и говорю, Бог, я так по тебе соскучилась. И вот эти моменты, они, наверное, самые ценные для меня. Не то, что когда я стою во время, да, хвалы, поклоняюсь Господу. Нет. Даже не когда я там в собрании или там дома молюсь. Нет. Вот самые классные моменты это там, где ты один. Где ты можешь сказать, что ты так сильно любишь его, что ты без него вообще не можешь жить. И вот, наверное, вот это самое классное. Вот это самое, в этом счастье. Аминь. Я с вами полностью согласна. И Господь, видящий тайное сердце, да, он нас даёт явно. Спасибо вам огромное, Ольга. Я желаю, чтобы ваше служение, оно так же разрасталось, развивалось, чтобы вы как можно больше людей достигали через свои песни, чтобы Господь действовал через вас также дальше и как можно больше чудес, ещё истории связано было бы с вашими песнями покаяния, обновления в духе, в теле. Просто, чтобы Господь распространил ваши пределы надали, и чтобы ваше сердце, оно так же было предано Господу. Спасибо вам ещё раз, дорогие зрители, спасибо вам, что вы были с нами. Мы верим, что эта программа очень послужила вам. Дерзайте, молитесь Господу и старайтесь как можно чаще проводить с ним время, потому что он говорит от сердца к сердцу. И, как мы читаем в Писании, да, это может быть голос, как веяние тихого ветра, но он обязательно говорит и его слово никогда не возвращается к нему тщетным. Спасибо, это была программа «Формула успеха». Оставайтесь вместе с телеканалом ТБН. Субтитры создавал DimaTorzok